Если сломался зуб. Сколотый зуб неприятно, но исправимо. Современная стоматология легко справляется с такими задачами. Разбираемся, что делать, если сломался зуб и чего ожидать на приеме у стоматолога. Что же делать, если зуб сломался вот прямо сейчас? Если зуб вылетел из-за травмы или удара, приложите к лицу что-нибудь холодное. Холодное мокрое полотенце или лед из морозильника. Это поможет избежать отека и остановит кровь. Выпейте обезболивающее. Закройте острые края сколотого зуба, который остался во рту, например, жвачкой. Так вы защитите слизистую щеку и язык от случайных царапин. Если зуб не скололся, а выпал целиком, найдите его, если это возможно. Промойте теплой чистой водой, чтобы удалить прилипшую грязь. И поместите обломок в контейнер со слюной и холодным молоком или же можно положить его просто за щеку, если контейнера рядом не оказалось. Если возьмете его с собой к стоматологу, возможно, получится восстановить зуб полностью. И, конечно же, не откладывайте поход к стоматологу. Это общее правило, что делать со сломанным зубом в моменте. Но ломаются зубы по-разному. Скалываются, трескаются или выпадают целиком. Давайте сразу определимся с размером травмы. Сколотый зуб. Этот скол совсем маленький или отковолась только эмаль, а мягкие ткани зуба не видны. Сломанный зуб. Отковолся кусок, половина, например, и видны внутренние ткани зуба. Выбитый зуб. Это когда зуб выпал полностью, а в десне остается лунка, в которой он раньше стоял. Дальше расскажем про эти случаи. Если зуб сколот или сломан. Осмотрите сколотый зуб, чтобы определить, нет ли в нем трещины. Если боли и трещин нет, а сам сколок маленький, вы можете обратиться к стоматологу сразу или подождать несколько дней. Решать вам. Правда, до визита к стоматологу придется аккуратно пережевывать каждый кусочек пищи, чтобы, во-первых, острым сколом не поранить язык и внутреннюю поверхность щек и также не повредить зуб еще сильнее. Если по зубу пошла трещина или отломился значительный кусок, стоит обратиться к стоматологу как можно скорее. Трещина не всегда бывает видна, но ее можно почувствовать по возросшей чувствительности зуба к холодной или горячей пище, а также к воздуху. В зависимости от величины осколка, пострадавший участок можно будет отшлифовать или провести косметическую коррекцию, нарастить зуб, поставить пломбу или винир. При подозрении на трещины стоматолог сделает рентген. В случаях, когда отковулась пломба или был поврежден искусственный зуб, стоит их полностью заменить. Выбор способа лечения сломанного зуба зависит от степени повреждения. Если пульпа, мягкая внутренняя ткань зуба повреждена и инфицирована, может потребоваться обработка корневого канала и удаление нервового зуба. Если пульпа не повреждена, зубу будет нужна только коронка. Стоматолог-ортопед может сделать коронку сразу или сделать временную, а за постоянной можно будет вернуться чуть позже. Если зуб не удается сохранить, врач расскажет, как его можно заменить. Если зуб выбит. Если зуб от травмы выпал полностью, его необходимо найти и помыть. Нужно действовать максимально быстро, чтобы не повредить микрофлору зуба. Нельзя брать зуб за ножки, тереть или скрести его. Дальше два варианта. Или вставить обратно и идти к стоматологу, или положить в контейнер и идти к стоматологу. В первом случае переместите зуб в лунку в десне и сильно прижмите его. Можно прикусить носовой платок или марлю, чтобы удержать зуб на месте. Если не удается поставить зуб в лунку, уберите его в контейнер с холодным молоком или слюной. Вместо контейнера можно использовать рот. Поместите зуб между щекой и десной. Если обратиться к врачу в течение двух часов, есть вероятность вернуть зуб на место. Такая процедура называется реимплантацией. Дальше вероятность успеха реимплантации снижается. Стоматолог сделает рентген зуба, который вы вставили, чтобы проверить на том ли он месте. Потом установит специальную стоматологическую шину, которая скрепляет несколько зубов и держит выпавший зуб на месте. Обычно шину снимают через две недели, когда зуб окончательно закрепляется в своем положении. В случае, если сохранить выбитый зуб не удалось, заменить его можно одним из следующих способов. Протез. Съемный искусственный зуб, который придется доставать, чтобы почистить. Мостовидный протез или мост. Искусственный зуб, который приклеивается к зубам с обеих сторон с помощью специального цемента. Зубной имплант. Выполняет функцию корня зуба. Его устанавливают прямо в челюсть, чтобы обеспечить плотную и прочную основу для коронки. Импланты изготавливают из титана и других материалов, совместимых с организмом человека. По форме он напоминает винт, а сверху на него одевается коронка.